В пресс-центре «Комсомольской правды» состоялась конференция с новым представителем Волгоградской области от КПРФ в Государственной Думе Николаем Паршиным. 13 февраля он окончательно сложил в себя полномочия депутата областной думы, а с 7 февраля официально заступил на новое место. Нашлась ему и работа в Комитете природных ресурсов и природопользования. Вопросы, которые касаются природопользования. У нас сейчас ситуация, опять же, с нашими реками, очистка Руси, это очень серьезный вопрос. Для заволжья это вопрос чистой воды. Второй вопрос, который, может быть, напрямую не пересекается, пересекается больше с экономикой, это все-таки средства, которые должны платить природопользователи. Они, в большей части, сейчас уходят в федеральный бюджет, что не совсем правильно. Последние 5%, которые раньше платил тот же нефтедобывающий компания, они сейчас, опять же, все консолидируются в федеральном бюджете, тем самым обрезая возможности регионалов. Я думаю, что это тоже вопрос, который... Понятно, что я, как один единственный депутат, наверное, трудно это будет сделать. Но я рассчитываю на то, что председатель комитета, наш старший товарищ Вадимир Иванович Кашин, он является заместителем председателя ЦК КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова, то есть он председатель комитета. В комитете, который я сейчас по решению фракции туда направлен работаю, у нас сейчас там, получается, есть у КПРФ большинство. То есть, в принципе, вопросы можно уже и решать. Есть проблемы у Волгограда по очистке воздуха, по водоочистке, по канализационным различным стопам. То есть вопросов много. Уже решены вопросы по графику работы. Одну неделю Николай Паршин будет проводить в Москве, остальные три работать в Волгограде. При этом за ним остается должность первого секретаря обкома КПРФ. Известно также, кто займет освободившееся место в областной думе. По решению областной избирательной комиссии, да, я предварительно разговариваю, передается Гузеву Михайловичу. Это директор гуманитарного института, он уже был депутатом, он возглавляет девятую территориальную группу. Это город Волжский, он первый там стоит. Вот по закону передается ему. Он заходит и руководитель фракции, уже мы определились, фракция избрала руководителя Галичкина Анатолия Ивановича. Развел он также и опасения, что Москва вскружит голову. По его словам, прописан он в Волгоградской области, здесь живет и работать будет исключительно на пользу нашего региона. Я буду против всего плохого и за все хорошее.